Дай хозяйка воды напиться, а то так есть хочется, что аж ночевать негде. На прошлой неделе вместе с выходом итогового выпуска новостей стало известно о том, что часть России-то оказывается подозрительно бедная. Мы им глоток воды подаем, а они у нас на ночлег остаются. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Мы пережили пандемию, холод, голод, покой, как завещал гражданин Медведев, все еще как-то, но держимся. Все это навело власти на мысль о том, что не такие уж россияне и бедные. Минтрут предложил ограничить выплаты детских пособий нуждающимся, которые имеют личный автомобиль, квартиру или свыше 200 тысяч рублей в накоплениях. Другими словами, борьба с бедностью в России медленно, но верно превращается в борьбу с самими бедными. Это ж только на вражеской территории семье с двумя детьми выплачивают по 5600 в долларах, а американцам без детей по 1400. Странное в Америке правительство, не правда ли? Горожан своих поддерживают. А им что, дворцы не нужны? Брали бы пример с России. Вот у нас праздновать год с начала пандемии решили ограничениями. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава богу. Теперь каждого подозрительно бедного россиянина будет проверять подозрительно богатый чиновник. А не закрался ли у тебя случайно лишний квадратный метр? 24 метра на человека, если у тебя 24,5, дай пожму руку, ты обеспеченный гражданин. Также Ментруд лишает детского пособия в силу так называемого правила нулевого дохода. Это когда у семьи нет никаких легальных поступлений денежных средств. Но знаете, друзья, меня вот больше интересует следующее. Ну, допустим, никакой собственности у вас нет. И вы легко попали бы под условия получения пособия, если бы не одно но. К примеру, ваша бабушка продала садовый участок и решила копить деньги себе на похороны. Но так как сама не разбирается в финансах, копить деньги было решено, открыв счет в банке на вас. Например, это сумма в 600 тысяч рублей. Я напомню, а вы получатель пособия. Как поступит государство в этом случае? Пополните ли вы список подозрительных бедных? Ведь деньги-то не ваши, и вашими они вряд ли станут. И таких вот вопросов в интернете сегодня множество. А ответов никто не дает. И теперь как бы становится понятным, почему в интернете запретили мат. С каждым днем, что не новость, то просто пи*** какой-то. А что самое интересное, вопросы есть только в отношении подозрительно бедных. К подозрительно богатым ни вопросов, ни претензий. А может тогда еще и налог на бедность введем? Ну, чтобы неповадно было жить вообще. Образования нет, но вы держитесь. Таким, видимо, будет новый перл господина Медведева, который на этой неделе занял пост заместителя в Совете по науке и образованию. Кого он собирается замещать? Надеюсь, вы догадались. Так, конечно, нашего дорогого Владимира Владимировича Путина. Дорогого, потому что слишком дорого обходится россиянам. Мы уже и пояса потуже затянули, и в кости поуже стали. А ситуацию это по-прежнему не спасает. Но вернемся к образованию. Я сначала подумала, а что других кандидатов уже нет? Что мы везде этим несчастным Медведевым дыры-то затыкаем? То в Совет Безопасности, то в борьбе с новой вирусной инфекцией. То вот теперь решили утереть нос и науке. Но потом я вспомнила некоторые гениальные выступления бывшего президента. То есть я научился рано читать, там, года в два. Или вот это вот. Реплики у вас. А все, что я говорю, в граните отливается. Как же вы правы, Дмитрий Анатольевич. Ведь не поспоришь, большинство ваших предложений и правда отливаются в граните. Ну, то есть хоронятся заживо. Помните, как в 2009 вы приняли поправки к закону об образовании, сделав ЕГЭ обязательным экзаменом? Навсегда заменив способность к размышлению на способность к угадыванию. Тем самым действительно отливая в граните все наработки системы образования. Кстати говоря, подобный эксперимент проводился и во Франции. Но через три года с треском провалился. Власти поняли, что новшество ведет их по пути деградации. И отменили всеобщее отупление народа. Но Россия этот опыт не переняла. А догадываетесь, почему? Нам нужно успеть поменять модель образования. Если мы этого не сделаем, причем это нужно делать не когда-то, это нужно делать вчера, но хотя бы сегодня нужно это начинать делать. Да потому что управлять умными людьми сложно. Проще прививать ему лживые ценности и потом управлять им. Правда уже и с другой стороны. Кстати, все те, кто сегодня у руля, воспитывались в советских условиях. И обучались в советских школах. Видимо, поняли, что советское образование находилось на достаточно высоком уровне. Ну, раз научило господ мыслить, работать и зарабатывать. И чтобы это не получилось у всех остальных, нужно было упростить систему образования. Чем господин Медведев и занялся. Но, видимо, закрыть Гешталь в 2009-м не удалось. И было принято решение вернуться к нему спустя 10 лет. Сначала введением онлайн-образования, а затем и введением Медведева на должность зама в Совете по науке и образованию. И все это в свете принятых в третьем окончательном чтении по праву к закону об образовании. Теперь любую просветительскую деятельность нужно будет согласовывать. Закон, естественно, был продвинут партией «Единая Россия» и вступит в силу уже 1 июня текущего года. Интересно, а с этого периода я смогу просвещать вас без согласования текстов с единороссами? Чтобы побороть искушения, нужно ему поддаться. 15 марта в России начался Великий пост. Ну, как пост? Для большинства россиян ничего и не поменялось. Просто теперь они не едят мясо, рыбу и птицу на абсолютно законно-божеских основаниях. И РПЦ, кстати, это полностью поддерживает. Но завтра, не дай Господь, настанет война. Закроются магазины, начнутся перебои с продовольствием, потом настанет голод. Те люди, которые привыкли поститься, то есть если у вас есть этот опыт, вам гораздо легче будет пережить вот эти тяжести, невзгоды и так далее. Так вон оно что! Теперь не только власть намекает нам на то, что нежели богатые нефиг начинать, но еще и церковь. Типа не ели говядины, так и начинать не стоит. А вдруг война, все по дворцам разбегутся, а ты в очереди за говядиной стоишь. Отец Константин, раньше же риторика вроде в другое русло текла. А вдруг война, а я голодный или я что-то путаю? А то в России как-то странно получается. Люди, от которых уже землей сырой пахнет и на войну, которые точно не пойдут, жируют сидят. А те, кто помоложе, да поспособней всю жизнь поститься должны. И это я еще молчу о том, что не понимаю, когда это у нас пост из очищения души превратился в привыкание к нищете, войне и голоду. Ну, на этом отец не остановился. То, что он сказал дальше, перевернуло мое представление о еде. Ловите лайфхак и не благодарите. Мы даже не представляем, сколько времени мы тратим каждый раз на еду. Я вам серьезно говорю, где-то часов 6-7 в день у меня в одни мне освободилось просто для разных дел. Для чтения, для молитвы, для богослужения и просто для помощи людям. Сколько-сколько? 6-7 часов в день? А работаете вы, когда отец Константин? Хотя зачем вам работать, когда на ваше благо работаем мы? Ну и пенсионеры, приносящие вам часть своей нищенской пенсии. И я вам скажу, уважаемый отец, что у большинства россиян обеденный перерыв составляет не более часа за 8-часовой рабочий день. А я 6 часов своего времени даже на готовку этой самой еды не трачу. Причем суммарно за все 7 дней недели. В каком мире вы живете? Хотя и так понятно. В том, где позволительно тратить 7 часов на еду. А мы-то в том, где позволительно все 7 часов работать. Причем иногда даже без обеда. Но сыт и голодного не разумеет. А значит, притча о цыгане и лошади скоро станет реальностью. Гастроли после смерти. Это тот случай, когда при жизни ты никто, а после смерти на твое тело приходят смотреть за деньги. В Москве открылась легендарная выставка трупов. Одна из посетительниц от увиденного потеряла сознание. Ей оказалась школьница, которая пришла на экскурсию в составе класса. Школьница. На экскурсию. По трупам. Всем классам. Это в стране, где запрещают нарисованных животных из детского мультика. Ну погоди. Но разрешают смотреть на занимающихся сексом трупов. Парламентарий Онищенко, например, эту экспозицию считает полезной, сказав, что для медицинских вузов подобное большой шаг вперед. Это да, возможно. Но выставку посещают далеко не медики и даже не студенты, а обычные школьники. Но оно и понятно. Ограничение мероприятия же 12+, а значит, велкам любой, кто хочет живое фото с трупом на память. И как всегда в нашей стране бывает, проблемой нравственности депутаты заинтересовались только после инцидента. Видимо, до обморока девочки всех все устраивало. Вот только непонятно, почему подобно не проходит цензуру государства заранее. Ну, то есть до официального приезда гастролеров и до открытия выставки. Но тут, как говорится, кто первый успел, тот и популист. А успел единоросс Николай Зимцов. На анатомическую выставку он пожаловался в прокуратуру. Но предмет жалобы, как ни странно, не морально-этическая сторона мероприятия, а вопрос надругательства над телами умерших. Статья 244 УК РФ. Это все, что нужно знать о заботе единороссов о своих гражданах. Сколько еще народ будет безмозглствовать? Покажет время. Ну, а на этом у меня все. Я напоминаю, что второй выпуск новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Расскажу, чего испугались власти перед предстоящими выборами, где заставляют покупать портреты Путина, куда ушли 500 миллиардов, и кто станет следующим изгоем пропагандистов и отрядов Путина. Не пропустите. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова